Большинству казахстанцев сегодня уже не приходится тратить время на прохождение нескольких инстанций и учреждений для сдачи или получения той или иной справки. Все необходимые данные собраны и выдаются в цонах по принципу одного окна. А с целью улучшить качество обслуживания запущен проект привычных центров, но в мобильном режиме. Насколько цоны стали ближе к населению? В числе первых оценили жители Меркенского района Жамбулской области. Елена Молчанова продолжит. Меркенский район один из густонаселенных в Жамбулском регионе. Жители большинства отдаленных аулов редко выбираются в областной центр. Приезд мобильного цона в сельский округ имени Сармалдаева вызвал ощутимое оживление. Василь Тутадзе пришел за удостоверение. Все времени не хватало выбраться в центр за документом. Паспорта печатают, паспорта печатают, справки и так далее. Это хорошо, если каждую неделю, каждый месяц, если ребята будут приезжать и брать интервью, подготавливать эти документы. Это очень надпись. Почему? Потому что пенсионерам нет вот такой возможности, чтобы поехать, приехать, самоток, автобус. К нам приехал ЦОН. Спешили обрадовать меркенцы соседей. Почти как по Гоголю, только не с проверкой, а для удобства местных жителей. Каждый аул, каждый уголок посетят по графику. Насколько эффективной окажется эта практика, будут проверять инициаторы проекта в Министерстве связи и информации. В пилотном режиме этот проект будет проводиться сначала в Жамбылском, Атравском, Павлодарской областях. И до конца года по одному мобильному ЦОНу будут запущены в остальных регионах. Этот пилотный режим нам покажет все уязвимые места по оказанию услуг с выездом на место. И мы совместно с другими заинтересованными государственными органами снимем эти все проблемы и эту работу поставим на системной основе. Таким образом государственные услуги стали еще доступнее для населения, говорят инициаторы пилотного проекта. И обещают, к тем, кому здоровье не позволяет приехать даже в райцентр, ЦОНы приедут домой и помогут оформить все необходимые документы. Елена Молчанова, Тимур Силхан из Жамбылской области, Национальный телеканал «Казахстан».